Будьте активны, чтобы потом не пожалеть, что о чем-то не спросила, чего-то не сказала. Спасибо. Шая невеста. Здравствуйте. Немного в жизни пришлось пройти, но теперь мне ничего не страшно. Осталось только найти человека, с кем я буду идти вперед по жизни. И сегодня со мной моя подруга Оксана. Проходите, девчонки. Маргарита, 22 года. Возлюбленный не смог уговорить ее сделать аборт и, став отцом, начал жестоко избивать ее. После второго сотрясения мозга поняла, что лучше быть матерью-одиночкой, чем жертвой мужа-тирана. Маргарита – общественный деятель, занимается проблемой домашнего насилия. Гордится тем, что вопреки многим обстоятельствам смогла выносить и родить ребенка. Мечтает побывать в Париже и получить в подарок огромного плюшевого медведя. Предупреждает, что никогда не будет жертвовать интересами сына ради мужчины. Маргарита не потерпит рядом с собой неуверенного в себе длинноволосого нытика и не сможет стать счастливой с олигархом. Выйдет замуж за мужчину со средним достатком, активной жизненной позицией и стремлением сделать жизнь своих близких счастливой. А чем олигархи-то не угодили? Да ну нет счастья, мне кажется, с олигархами. Не, ну кажется, или был опыт, или подружки рассказывали. Вот я бы, например, не стала с очень богатым мужчиной жить по одной причине. Я собственница. А богатейшая не может принадлежать только одной тебе. Ну да бог с ним. Во сколько родила? В 16? В 16 я забеременела, в 17 родила. В какой классе училась? В 11, это было в 11 классе. Это моя первая, наверное, была любовь. Антон, а тебя не смущает, что у невесты есть ребенок? Нет, в принципе, в этом ничего страшного нет. Ну вот когда забеременела, это же ужас ужасный, испугалась? Ну честно, да, я очень испугалась, я не знала, что делать. Но я внутри почувствовала, что это произошло, и как-то я ждала этого момента, что и размышляла, как вообще сказать. Смотри, детка, кому сказать? Своему мальчику возлюбленному? Или мальчику, или мальчику, или классной руководительнице? Как? Классной руководительнице не было проще рассказать, я и пришла, да. Больше всего я переживала маме, потому что у меня мама таких строгих достаточно правил. То есть понимала, что узнает правду, убьет. Убьет просто, я не знаю, разорвет на части, потому что она всегда строгих правил, что вот в наше время такое не было. Там 16 лет, ребенок там. Ну конечно, и так же рожали. Ну папа с мамой расстался, как бы, поэтому он не... Похоже, там такая же история, поэтому мама-то вас и так строго-то и держала. В 20-25 лет родить это хорошо, даже можно в 40, если это поздний ребенок, можно рожать, но не в 16 лет. Ты сам ребенок, ты неосознанный. Ты даже в 23 еще ребенок. Я не знала, как вообще подойти, что вообще делать, и я пошла к матери отца. Молодого человека. Да, молодого своего человека. И что ему сказала? Я к ней пришла, она работала тогда администратором в кафе. Мне надо было больно... А она была вообще в курсе, что ее парень встречается с вами? Да, она была в курсе, что мы... То есть вы были вхожи в дом? Да, мы были вхожи, мы с ней общались, все было нормально, но она тоже, видимо, не... Она вообще оставалась там, да? Да, она вообще оставалась. То есть его мама была в курсе, что мальчик сбрасывает напряжение в соседней комнате с девочкой, и она понимала, чем это может закончиться. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот вы приходите и говорите, там... Да, я забрала смелости, да, пришла и рассказала. В первую очередь, что она спросила, его ли это ребенок, и действительно ли так, как бы, я ей призналась, что да, это был его ребенок, что, в принципе, скрывать было нечего, и так было понятно, я с ним проводила практически 24. Она мне предложила съездить в больницу, сделать УЗИ, уже и там, на месте, якобы, разобраться, что в дальнейшем делать с моей, так ты называем, беременностью. А что, УЗИ показывает молодая, здоровая девушка, носит здоровый плод. Она предложила сделать обоих свои услуги? У нее, видимо, подруга, как я поняла, работала ее в поликлинике, которая как раз делала непосредственно аборт, и там мне говорит, она говорит, Рита, ты не сможешь выносить, тебе же 16 лет, ребенок родится либо инвалидом, либо ДЦП, как бы, да, и... Ну, понятно, да, обычная история. Она всячески меня уговаривала о том, что я... А что заставила оставить ребенка? Просто мне приснился сон, как бы, может быть, это будет глупо, да, но я верю, надо в такие какие-то вещи там мистические. Мне приснился сон, когда я только догадывалась о том, что я уже забеременела, мне приснился сон, что у меня будет мальчик, и назову я его Артемом. Хорошо, Ритуль, на каком этапе беременности все-таки парню с вами пришлось сообщить? Пустья, наверное, где-то недельку я ему рассказала, причем как-то он сам начал задавать наводящие вопросы, видимо, догадывался. Ну, мама там, наверное, уже обработала. Возможно, да. Что он вам, угрожал, что если оставишь, что у меня такое... Да, я не знаю, может быть, не хочу полностью озвучивать те фразы, которые... Нет, так вы озвучьте. Он сказал, что если ты не сделаешь аборт, ведь удары по животу, чтобы все вместе с кишками вылезло. У меня эти слова, я не знаю, в сердце до сих пор, я никак не могу, наверное, с ними расстаться. Обида такая достаточно сильная. Нужно было ноги в руки и бежать. Ты вспомнишь, в 16 лет ты многое видел взрослых, ответственных, мужчин прямо настоящих. Ну, я себя не представляю в 16 лет папой. Ну, он тоже, получается, испугался. Все-таки маме когда сказала? Мама узнала сама от родственников, да, и первоначальная реакция была, конечно, шокирующая, но она молчала, меня игнорировала. Я когда об этом узнала, сначала ушла из дома к подружке, потому что я боялась не выходить на контакт. Нет, она как игнорировала? Вы приходите домой. Она со мной вообще не разговаривает. Мама не разговаривает. И вы поняли по ее лицу, что она все знает? Да, я узнала, что она все знает. Ну, потом в итоге... Нет, а почему нужно было? Ну, молчит и молчит мама лучше же, чем если бы она с ремнем на вас набросилась. Да, конечно. Почему нужно было к подружке уйти? Что за один глупый шаг вслед за другим, таким же глупым? Ну, я просто знала, что молчание всегда, когда-то наступит конец, и начнутся ее слова, ничего хорошего я от нее тоже не услышала. Поэтому лучше уйти в другуюся к подружке. Я считала, да, на тот момент. Вот вы ушли к подружке, продолжали учиться? Да, конечно. А родители подружки не стали задать вопросом, что это ты у нас задерживаешься? Нет, они понимали, как бы там ее мама наоборот говорила, типа, мы тебя поддержим. Хорошо, мама за вами пришла, или вы потом, как вы вернулись за мной? Я пришла домой, мне сестра позвонила, позвала домой, уговорила меня, чтобы я вернулась. Я вернулась домой, ну и все. И, конечно, молчание закончилось, и началась просто дикая агрессия, делая аборт. С сестра и мамой. Да, она меня тащила за руку в больницу со слезами, я с ней ходила. Она меня уговаривала, оскорбляла, да, что-то только не было. Я на тот момент, наверное, может быть, ее не понимала. Сейчас я и понимаю уже, как, наверное, как сама мать, да, что это, если ко мне пришла бы до 16 лет, как бы я бы поступила на ее месте. Но на тот момент мне было очень обидно, я все-таки... Просто мама понимала, что так она ломалась на трех работах, а еще содержать вашего ребенка, ей нужно будет ломаться на пяти. Да. Да, потому что вы голову не включаете абсолютно. Хочу ребенка назвать. Да нет. Или плюшевую мишку огромного, или ребенка. Нет, она, конечно, молодец, что она взяла на все такую ответственность и не стала отказываться от ребенка в таком возрасте. Когда молодой человек пришел со своей матерью, засватал вас, и вы сошлись? Они, ну, где-то было, наверное, уже 6 месяцев беременности. Они пришли со своей мамой, якобы, раз ты уже решила, раз не хочешь отступать назад, давай тогда распишемся. И вы стали вместе жить? Да, мы стали вместе жить, но расписаться я с ним так и не захотела. Ну, потому что человек вел себя достаточно агрессивно, я не видела в нем какую-то ту ласку, которую я хотела получать. А что тогда вас заставила необходимость? Что была за необходимость? Мама, потому что она сказала, что лучше будь с таким, никто, кому, или с ребенком, ты нужна не будешь, так что вот у тебя есть, будь с ним. Я просто понимала, что зачем расписываться. Кто помогал, когда жили с молодым человеком? Сама я работала. Пошли в уборщице работать на завод? Да, пошла в уборщице работать на завод. А у Баталова парень закончил школу или тоже вынужден? Нет, парень учился в техникуме, он тогда в тот момент еще учился. Работал? Он работать не собирался, он не хотел. Приносил какие-то деньги, еду? Нет, у нас даже бывали такие моменты, что я ему давала на проезд, я давала ему покушать. А жили в квартире его родителей? Нет, у меня дома жили, да, потому что у меня в условиях... У него дома? У меня дома. То есть вы считали, что одной вас для мамы это конфликтная ситуация? И я бы могла понять ваши действия, почему вы с молодым человеком сошлись, если бы он предложил вам либо съемную квартиру, либо к себе домой бы позвал. Но вы вдобавок ко всему привели этого молодого человека в свой дом. Объясните. Просто, во-первых, мама предложила. Ваше? Да, мама предложила. У них условия были не совсем подобающие для того, чтобы воспитывать там ребенка. Они живут в их жизни. Если бы мама пригласила парня самостоятельного, который работает и приносил его в дом деньги, я бы поняла. Да, но мама пригласила еще одного нахлебника, чтобы прикрыть ваш позор перед соседями, чтобы они тыкали пальцем. Ей было стыдно, что я останусь одна с ребенком. Хорошо, и вот вы стали жить. Когда он первый раз на вас руку поднял? После того, как вы родили? Ну, как сказать, оскорбления были, унижения всегда были, но, как сказать, они не были настолько сильные. Я не думала, что они такой сугубятся как-то. Ну, судя по тому, что вы довольно скоро забеременели вновь, интимная жизнь у вас продолжалась. Несмотря на оскорбление, на то, что он вас с собой никуда не брал, не помогал, деньги не приносил? Ну, человек, может быть, принуждал меня к такому, понимаете. Он считал, что если я его, грубо говоря, жена, хоть и гражданская, да, как это сейчас у нас модно говорить, то я обязана это делать. Обязана делить с ним постель. Она от сына не отказалась, несмотря ни на что, да, ни на гонение, ни на школу, ни на мать. Она до сих пор с ним, она ищет мужа, ищет любовь. Вы беременеете снова? Да, все, я снова прихожу к его маме. Мама говорит, нет уж теперь. Нет, это уже была моя инцитута, я понимала, что 18 лет за меня детьми, это просто из ряда вон ситуации. А ваша мама что, все терпит? Моя мама молчала, она первый год, наверное, ребенка как-то не воспринимала вообще. Она считала, что раз ты у меня такая взрослая дочь, раз ты у меня решила быть, то... Ну, это известный ответ родителей. Ума хватило завести ребенка, вот теперь думай своей головой. Она правильно, мама говорит, ты родила, ты думала, что ты делала, будь добра. Ты научилась, как бы, ну, делать этих детей, так, ну, значит, давай как-то думай, как дальше жить. Да, ну, родители все равно должны поддерживать. Не отворачиваться абсолютно от ребенка. Ну, никто не отвернулся. Да, слушай, да я сомневаюсь, что совсем отвернулись. Ой, бедно, и вот вы сделали аборт. Сделал аборт, и все, и после этого у меня пропало всяческие желания в плане сексуального к моему человеку. Для меня просто это было настолько, не то что отвратительно, а просто вот вообще нет, и никак. И насчет этого у нас начались уже конфликты. Ну, конечно, как тут бесплатная дома ждет вот такая вот женщина, и не жена, и, пожалуйста, должна его обслуживать. Вот, и потом, когда он всегда все время проводил с друзьями, он приходил только домой ночевать, он гулял в техникуме, приходит домой, и принуждал, он говорит, ты обязана. И когда я давала какое-то сопротивление, я просто начала слышать много нелестных слов, я начала получать какие-то удары, потому что человек еще занимался кикбоксингом, он умеет это хорошо все делать, как бы. Скажите, милая, а в полицию почему не обращались, или обращались? Первоначально мне было его жалко, я надеялась, что парень подумает, что он каждый раз приходит, чуть ли не со слезами, говорит, прости, я вот дурак, я понял, что я... А мама была в курсе, что она вас руку поднимает вашу? Мама была в курсе, да, мама читала, говорит, терпи, хватило ума ради, теперь терпи. Да, она говорит, терпи, она говорит, терпи. Скажите, как маму зовут? Анастасия. Анастасия, ну признайтесь в то, что случилось с вашей дочерью, это ваша вина, ко всем родителям хочу обратиться сейчас. Смотрите на своих девочек, замечайте малейшие в них изменения, но не будьте им подругой, не надо, они не нуждаются в подругах. Ну будьте мамой, вот такой мамой, которая поможет, которой девочка прибежит и поделится со своим проблемой, своим бедом. Ну что делать, если сегодня такая жизнь? Лариса, помогайте своим детям, не отворачивайтесь от них. Либо будет вот такая статистика, которую я в интернете прочитала. Каждое седьмое убийство на земле происходит внутри семьи. Свыше 38% из них происходит по вине мужчины. Каждые 40 минут одна россиянка погибает в результате домашнего насилия. Каждый день 36 тысяч женщин в стране избиваются мужьями или сожителями. Ну конечно, но если родная мама своему дитю говорит, терпи, что ж теперь делать? Женщина, умоляю вас, ну услышьте меня, ради бога, вы и так все сами знаете. Но если у вас девочки вот такого возраста, подросткового, ну посмотрите сейчас на них, все ли с ними в порядке. А что прямо так и до стрясения мозга, и не едино? Да, в итоге получилось так, что ребенка было полтора года, его забирают в армию, потому что я никак не могла с ним расстаться. А как могли его забрать в армию, если он... Нет, забирают в армию, даже с двумя детьми, да, просто выплачивает пособие, как потери кормильца. Забирают его в армию, проходит неделя, я ему звоню, я говорю, так-то, так-то, как бы ты меня прости, я говорю, но ты знаешь, что я отношения уже не хотела, я всячески пыталась от них убежать, я говорю, я тебя с армией ждать не буду, я лучше скажу сразу, нежели чем я буду тебе врать, а потом ты придешь. Конечно, не очень хорошая идея в армии об этом сообщать. Я такой человек прямолинейный, я люблю говорить правду. Никакая вы не прямолинейная, раз, никакую правду вы не любите, не умеете, не привыкли говорить, потому что вся ваша жизнь показывает, что вы не прямолинейная, и правду говорить не научились. Поэтому вы настолько трусливая, что дождались того момента, когда парня забрали в армию, и только тогда вы смогли ему по телефону сказать, что ждать не будете. А он пришел и по одни настучал вам по башке. Да, так и было. Молодец. И второй раз вам тоже. Как раз он пришел, у него, видимо, в течение года накапливалась вот эта вот агрессия по отношению ко мне. Скажет, дождалась? Да, и все, он пришел в июне, и вот уже в июле на сайте рождения у меня было первое сетресение. А мама была уже ваша в курсе? Мама, да, была в курсе. И она не говорила, Ритка, я все-таки полицию вызову, пока жива, не говорила, молодец Анастасия, молодец мама. А что, ну похоронили бы девчонку, и вам бы легче, наверное, стало, правда? Один-то ребенок все равно же у вас остался. Потому что вы все делаете для того, чтобы случилась в семье беда. Это Господь отвел, а вы ничего не сделали, не помогли. Слушай, ну это неправильно, мама какая-то, не знаю. Может, она тоже интересна, во сколько она ее родила, мама ее родила. Дима, ну, родители не выбирают. Мой вам совет, для того, чтобы ваш ребенок не совершил таких же глупостей, как вы в свое время, тратьте много времени, будьте щедры в общении с вашим ребенком. Заканчивайте институт, найдите работу, которая приносит вам доход, и все время будьте с ребенком. Иначе беды не миновать. Василиса, у звезды. Звезды говорят, что вам сейчас нужнее и по жизни, нужнее психолог, чем мужчина. Ну, то есть муж-мужчина, конечно, нужен, но в себе разбираться для вас важнее. Вы должны сами себе объяснить, вот где вы противодействуете, где вы придираетесь, где вы становитесь в заведомую оппозицию по отношению к мужчине, по отношению к любому собеседнику. Я думаю, что сегодня в программе это тоже будет очевидно, может быть, какие-то моменты мы вам подскажем. И абсолютно точно нужен мужчина, такой, как ты. И психолог, и поддержка, защита, забота, и все. Через несколько минут наша невеста познакомится с первым женихом, не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Маргарита. Встречайте первого жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, прекрасная Маргарита. Здравствуйте. Я, конечно, видел вас на фотографии, но в жизни, могу сказать, вы намного замечательнее выглядите. Вот. И я надеюсь, у нас все получится с вами сегодня. Спасибо. Спасибо. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Антон, 25 лет. Руководитель отдела развития в телекоммуникационной компании, гордится разрядом кандидата в мастера спорта по самбо и тем, что однажды спас девушку от хулигана. Мечтает о семье и прибыльном бизнесе, предупреждает, что его хобби неприкосновенно. Возлюбленная Антона долго водила его за нос и в конечном итоге призналась, что решила вернуться к бывшему. Но надеется, что Маргарита будет с ним честна всегда. Антон, мне как-то трудно представить, что какая-то девушка могла вводить вас за нос. Как это происходило? Ну, я, в принципе, привык отдаваться в чувства с головой в отношения. Вот. И доверял человеку целиком полностью. Но, к сожалению, получилось так, что человек обманул с какими-то определенными действиями. Она сразу рассказала, что у нее ребенок и какая у нее судьба тяжелая. Нет, к сожалению, всех своих козырей она не отдала на растерзание. Ну, это такие козыри, знаете, сомнительные. Ну, некоторые это скрывают очень часто. Вот она была некоторая, которая скрывала? Да, к сожалению, это было так. А я все никак не могу понять, а цветочки-то кому? Для строить-то. А может быть, для настроения? Может, кто с ними и уйдет? С цветочками? Нет, с цветочками я не уйду. Я специально для прекрасной подруги Маргариты. А я думала нам. Оксан, ну так дарите. Оксана, это вам. Спасибо большое. Ну, видно же, что открытое, хорошее, красивое лицо у человека. Да, он у нас просто вообще в России, наконец-то. Так когда она все-таки раскрылась? Ну, раскрылась она уже где-то через три месяца после нашего знакомства. Я выяснила, что ребенок маленький, семь месяцев. Нет, четыре года. Ну, судьба там у нее тоже горькая, да, бросил ее мужчина? Ну, да, да. Причем он в семь месяцев, когда уже срок был, вот. Он просто-напросто выгнал ее из дома, и все. И вот вы ее познакомили со своими родителями? Да, я познакомил ее со своими родителями. А мама что сказала? Ну, мама, она в принципе-то довольно-таки тоже строгая, вот. Но она просто как любит говорить, что я вижу людей насквозь, вот. И я считаю, что она тебе вполне подходит. Хорошо, Антон. И тут начались какие-то странные вещи происходить с вашей девушкой, да? Да, то есть я звонил, когда я трубку могла не взять, могла перезвонить там через день, через два дня. А как она это объясняла? Извини, забыла, извини, не успела, извини, я отдыхала. А со своими друзьями, родителями познакомила вас? Нет, она с родителями, с семьей своей вообще никаким образом не знакомила. Говорила, что пока очень рано. А с ребенком? Да, с ребенком она меня познакомила. Мы очень неплохо уживались, в принципе, то есть мы и в парке гуляли. Ну хорошо, познакомиться рано. А вот такие знаковые праздники, как Новый год, День рождения, вы вместе проводили? Ну, мой День рождения мы проводили вместе, да. Вот. Новый год, к сожалению, как раз вот этот, который прошел, я предлагал встретить его вместе, очень сильно на этом настаивал. Но человек сказал, что я уезжаю с друзьями на дачу. Не усомнились в том, что кроме друзей там может быть кто-то, кого она не хочет с вами знакомить? Да, это, в принципе, было видно, потому как 30-го числа она как пропала и больше она не отвечала на звонки. То есть вы должны были понять, что у нее кто-то есть. Ну, я, естественно, понял это все. И вот когда она в очередной раз включила телефон, выяснилось, что... Да, ну, как не выяснилось, то есть она вернулась 2-го числа в Москву, 2-го января, вот, и, соответственно, мы с ней созвонились, и получилось так, что мы на 5-е число планировали поездку вместе с ребенком и с ней на горке, на тюбингах покататься, вот, и получилось так, что человек... Она сказала, что она вернулась к своему бывшему. Да, она вернулась к своему бывшему. Я так думаю, что она никуда, конечно, от него не уходила, никогда. Она просто своему бывшему наставила рогов с вами. Вот и все. Вы были ее молодым человеком, с кем она изменила своему мужчине. Ну, да, да. Вот и все. Поэтому она не знакомила вас ни со своими друзьями, ни со своими родителями. Вот такие бывают девушки коварные, не только вы. Он нормальный парень, нормально сбитый, ну, нормально собранный, адекватный, по-моему, ровный, спокойный. Чего? Смысл судить парня? Просто шансов у него нет, конечно. Это однозначно. А вот что это было за история, когда вы спасли какую-то девчонку? Ну, это было два года назад. Я возвращался с работы, было 8 часов вечера, вот, и бежала девушка с криками «помогите, спасите, меня хотят убить» и прочее, прочее. Вот, я обернулся, девушка бежала в разорванном платье, в грязном, все. Вот, она пробегает мимо меня, и за ней бегут двое. Вот, то есть, ну, не знаю, у меня то ли настроение было, то ли еще как-то. У меня вот эта тема насилия тоже очень сильно... Давайте не будем настроениями, вы просто хороший человек. Вы вступились, потому что вы мужчина, и вы вступились. И счастье, что такие, как вы, Антон, есть. Я вступился, да, но, к сожалению... Что за ж настроение? Нет, ну... Потому что посидеть пришлось, пока та-то в себя пришла, правильно показания дала. Просто не мог про себя рассказывать человеку. Ну, хорошо, вы вступились, пришла, вызвали милицию, да, и вас забрали... Да, нас забрали втроем в отделение, вот, и мы проверили... Девушка вступила за вас, сказала, что... Девушка убежала, девушка убежала, то есть она... Нет, как бы... Была в таком шоке, потому что, как выяснилось после, ее продержали там три дня в квартире. Вот. Какой кошмар. И занимались всякими разными гадостями. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так нашли девушку потом в результате? Девушка через день пришла, правда, в другое отделение, но так как дело проходило, то есть по оперативной сводке, соответственно, уже... Ну, она как-то отблагодарила вас, захотела с вами встретиться. Какое могло быть великолепное продолжение истории? К сожалению, не отблагодарила, вот, мы не обменивались ни контактами, ничем, вот, ну, история так находилась. Я думаю, что он бы поступил в 100% случаев точно так же, без всякой благодарности, еще 30 раз его не благодарили. Антон, вот, как вы думаете, мужчина, как вел, вот, бывший, мужиком даже назвать невозможно, вот, в каких случаях вообще? Вот вы ему как мужчина-мужчина скажите, что это такое? Ну, это неуверенный себе человек, в принципе, потому как избивать женщину из-за своей же глупости, которую он делал. Во-первых, первая глупость была их совместной, когда они с щенками решили вдруг пожить как взрослые. Лариса, а вот... Всю почву подготовили. Мама Рите сказала, велкам, проходи, имеешь право, раз собрюхатил, делай с ней что хочешь. Девчонки, ну, давайте. Его мама, ее мама тоже. Хорошо рассуждать вот так со стороны. А если, не дай бог, вот мы тоже три матери, у нас у каждой дочь, что делать будем? Вот моей девочке позавчера исполнилось 14 лет. Я ей сказала, была ситуация, потому что она мне, слава тебе, господи, рассказывает все. И у меня не делаются квадратными глаза, если она мне что-то там рассказала и так далее. Я действительно с ней на одной волне. Я сказала, Лель, первая, кто должен узнать, не дай бог, если что-то, я. Про контрацепцию говорю, когда будем рассказывать? Она говорит, поздно, мама уже все в интернете нашла, прочитала. Здесь явно нужен Антон. Здесь прямо вот видно, что нужен человек, который такого не допустит. Даже близко. Вот смотрите, Маргарита, прекрасная девушка. И мне кажется, для такой девушки нужно постараться и показать хороший сюрприз. Маргарита. Маргарита, так как я знаю, что у вас есть мечта побывать в Париже, вот, и вот решил сегодня преподнести подарок. Это два билета. Боже! Вот в таком красивом конверте. Билеты куда? В Париж? Конечно, в город любви. Антон, послушай, у меня мурашки по коже. Ну, глядь, я гляну. Носкользь золотой. Все, проходите, будем сплетничать. Иди сидите в свою комнату, чтобы не спугнуть счастья. Молодец! Да, ну все, у тебя нет конкурентов. Нет, просто нет. Не ведитесь сегодня, это прекрасный подарок, но будем еще смотреть ребят. Конечно, да. Да? Ну, вообще, я вам хочу сказать, парень какой-то удивительный. Не, ну, он добрый, хороший, и тем более, если он помог, как-то это прям цепляет. И мы любим таких недальновидных, которым можно голову морочить, правда же? Сказал, что еду с друзьями на Новый год, а они верят. Вы смотритесь потрясающе. Она улыбалась очень мило, когда ты зашел. Смотрел, смотрел, смущалась. Смотрел, смущалась. На самом деле, молодой человек очень хороший. Вот, действительно, он, мне кажется, как друг очень хороший человек. Замутный. Мне бы хотелось, чтобы именно такой человек был бы с ней, потому что, ну, дополняют друг друга. Не вижу, честно. Правда? А себе бы видели, себя бы рядом с ней? Да что вы говорите. То есть не нужен нам красивый, молодой, спортивный, с хорошей семьей, добрый. И еще могу перечислять долго-долго его достоинства. Не надо, пусть лучше будет Ритка несчастливой, как и была. Пусть поганцы брутальные ей попадаются на жизни. Спасибо. Василиса, мне кажется, очень хороший парень. Хороший парень, и я абсолютно уверена, что вы и такие девушки, как вы, ему нравятся. Просто по своему типу, по своему складу. Пришел сюда совершенно искренне, никто в студию на Аркани не тянул. И это действительно вот шанс на какое-то живое чувство с его стороны. Спасибо. Отличное резюме, да. В принципе, по сути, они сказали, все в твою пользу. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Набирайте 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И оставайтесь с нами, через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Маргарита. Встречайте второго жениха. Привет, Маргарита. Меня зовут Иван. Я очень надеюсь, что все твои жизненные трудности остались в прошлом. И впереди тебя ждет счастливая жизнь. Вот это тебе знак моей признательности. Спасибо. Иван, 31 год. Временно не работает. Все свое время посвящает воспитанию сына. Мечтает вырастить его порядочным человеком. Предупреждает, что курит в туалете. И каждый Новый год встречает с родственниками в Краснодаре. Супруга призналась Ивану, что любовь нарушает ведушевные равновесия. И она умерла и ушла, оставив ему ребенка. Надеется, что Маргарита верит в любовь. Маргарита верит в любовь. Да, да. А как получилось, что вы один воспитываете сына? Ну, разочлись мы с женой, собственно, ребенок остался со мной в силу обстоятельств. Давайте с самого начала. А где познакомились? Познакомил меня с ней один мой лучший друг в Москве. Собственно говоря, за что я ему отдельно благодарен. Долгое время я с ней не хотел знакомиться. Потому что у нее имя было? Роза. Фух. После того, как появилась на экранах телевидения наша Роза, многие мужчины так же поступают. Я тоже тебя люблю, Лариса. Вы на ней женились? Я на ней женился. Да. Мы счастливо жили долгое время, два года. И потом она меня, ну, можно сказать, разлюбила. Нет, она любила потусоваться в барах со своими подружками, друзьями. Вот когда она там тусила, ребенок был с вами? Я не вижу в этом, на самом деле, ничего странного. Да что вы говорите? А я вижу. Мне кажется, ее должно заинтересовать то, что у нее есть ребенок, и есть опыт, и то, что он ответственный. Она платит вам сейчас алименты ваши бывшие? Да нет, что вы, зачем? А с ребенком она ведется? Да. Как часто? Ну, все свои свободные дни. А не говорит, что, Вань, теперь у меня все хорошо, я хочу ребенка забрать? Или у нее уже личная жизнь? Ну, это объективно. Все мы понимаем, что это не получится. Ну, с чем объективно? Тогда, хорошо, назовите мне три пункта, по которым вашему ребенку с отцом лучше, чем с мамой. Вот просто три. Я с самого рождения с ним, я не собираюсь. А она где была с самого рождения? Два года с ним была. Так почему тогда вы с самого рождения с ним, а не она нет? Либо вы, пользуясь своими связями, деньгами, просто ребенка у нее украли, потому что вы так посчитали, либо она абсолютнейшая кукушка, я хочу знать. Пока вы будете рассказывать, какая она прекрасная, и все свободное время она проводит с малышом, я тогда не понимаю, что происходит. Просто мы фактически не живем вместе, ребенок живет со мной. Предположу, ей так удобно, она видится с ним, когда ей удобно. Кукушка! Ваша будущая жена, не обязательно это будет Маргарита, будет иметь право составить свой собственный график расписаний, когда ваша бывшая будет видеться с вашим ребенком. То есть так, когда ей будет удобно, а не так, когда ей стрельнуло в ухо вдруг. А если еще она поймет, что у вас кто-то появился, она вдруг зачастит к вам в гости, а это так и будет, и вот и Рита кивает головой. Поэтому я хочу знать, у нее сегодня, у вашей бывшей, личная жизнь наладилась? У нее кто-то есть? Я думаю, да. Она понимает, что вы хоть и тетеха, но собственную жизнь будете устраивать, и вы женитесь еще? Да, конечно, понимает. И что она говорит? Ничего она не говорит. Типа, если мне не понравится, то и не женишься, например. Или я еще там проверочку устрою, еще и посмотрю, с кем ты там будешь, кого ты в дом приведешь. Да, привет. Здравствуйте. Здрасте. Я друг Ивана, я сижу там в комнате, слушаю, и сердце разрывается, вижу у Ванины красные уши, и хочу уступиться за другом. Ну так объясните, что происходит-то? Жена Вани осталась в прошлом, он сейчас с ней не женат. Он пришел на передачу к Маргарите. А ребенка-то же он не оставил? Ребенок живет с Ваней, но иногда обидится с мамой. Иногда мы хотим знать, какая она, вменяемая ли, адекватная. Не будет ли она приходить ночью и будить их, не давать им спокойной жизни. Мы хотим знать. Адекватная женщина, здоровая. Адекватная, здоровая женщина, но мы, как мы знаем, что не все люди готовы к ответственности. Не все ее выдерживают и так далее. Да не в этом дело. Ванечка, а у меня вот другой вам вопрос. Мы не можем обсуждать Ванину бывшую жену. Мы не можем без этого, мы ее не обсуждаем. Мы хотим знать, по какой причине вменяемая, адекватная женщина оставляет маленького ребенка на мужчину. Мы должны знать, кто она, почему она это совершила. Потому что никто не хочет лишних проблем. Маргарита посмотрит, потом будет обсуждать, скажет. Ты знаешь, Ваня, конечно, хороший парень, но мутный. Понимаете, и не только Маргариту. Объясните. Объясняю. Мы с ней, точнее, она меня разлюбила. Жить, совместная жизнь не представляется возможным. Послушайте, у меня было четверо, я их всех в какое-то время переставала любить. Но мои дети все со мной. И что? На что будет иметь право в вашей новой семье ваша новая жена? Ну, на все. Но она, ну, скажем так, она не может ограничивать общение ребенка с настоящей мамой. Какая бы она любила? Почему это вдруг? Нет, она должна знать. И должна сказать. Ты знаешь, любимый, выходные хочу с тобой без твоей бывшей. И имею право. А бывшая именно в это время нарисуется. И ты знаешь, мне кажется ненормальным, что она приходит в 9 часов укладывать твоего малыша. Потому что в 9 часов, когда я хожу в ночной рубашке по дому, я сама могу прочитать сказку. Да никто не приходит, никто не приходит. Поэтому я хочу знать, возможно ли договор между вашей новой женщиной и вашей бывшей, когда она будет приходить. Я не думал по этому поводу. Вот, а вы подумайте. Думаю, что нет. Думаю, когда ей в голову это взбредет. Факт остается фактом. Ребенок живет с Ваней, больше часа времени проводит с ним. Вам такой подарок нужен? Слушай, вот вы уже там, знаете, причепурились в 9 часов, и вдруг полдесятого звонок. Я тут мимо проезжала, хочу сама прочитать и посмотреть, как вы там искупали, не искупали ребенка. Ну вы совсем такого нету и такого не будет. Поэтому имеет ли право, будет ли иметь право ваша будущая жена определить время, когда ваш ребенок встречается с вашей бывшей? Понимаете, в чем дело? У меня жена, как гром среди ясного неба, не появляется. Она заблаговременно, заранее... Но может появиться. Ну не может. Может. Нет, ну тогда, конечно, она не может там ворваться в нашу... Хорошо, а я могу на сюрприз посмотреть, который вы приготовили? Ой, с огромным удовольствием. Поэтому спасибо вам, друг, вы не помогли. Проходите в свою комнату. Все внимание на сцену. Вот так, Риточка, на программе «Давай пожелимся», мечты сбываются. Проходите к нам. Спасибо. Прекрасный подарок. Вы в свою комнату. Ну как вам жених? Мало времени для того, чтобы понять, да, это действительно странно, что... Но вы не были активны, вы не задавали ему вопросов никаких. Парень неплохой сюрприз, какой вам замечательный подарил. Отлично, да. На остальное можно закрыть глаза. Я бы не закрыла. Есть о чем задуматься. Ты сделал все правильно. Другое дело, что тебя просто не захотели услышать, и вот все это в такую ругань переросло. Смотри, сейчас она скажет. Она не дала никому сказать. Ты даже с ней не поговорил, да? Она никому ничего не дала сказать. Ваньке не нужна жена. Ваньке нужна женщина. Он мужик, не завяжет свое место узлом, как говорится. Требуется женщина. Поэтому ему нужна женщина, которая будет без всяких претензий, когда надо рядом, когда не надо раствориться, по своим делам уйдет, как говорится. Сын всегда будет на первом месте. Всегда. Поэтому тут сами решайте. Тебе нужна жена или женщина? Мне нужна любовь. Или это разные вещи? Ему любовь нужна и женщина. Он предъявляет к женщинам высочайшие требования, потому что самая сильная, самая яркая планета в гороскопе Венера на МЦ. Это действительно высокий уровень требований, высокий ценз требований и большая обида на женщин, которую мы сейчас видим. Не важно, что там было, но он, на мой взгляд, сейчас так обижен, зажат и испуган, что я тоже сказала бы сначала разобраться в себе, потом уже выстраивать новые отношения. Ну хорошо, Маргарита, мы все косточки Ивану перемыли. Пришло время ознакомиться с третьим женихом. Проходите. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте. Вот, ну, я не буду, наверное, ничего говорить. Пускай, если это возможно, я буду вашим избранником, то мои поступки будут говорить сами за себя. Это вам? Спасибо. Михаил, 27 лет, работает в столярной мастерской, увлекается фотографией, гордится своим сыном и мечтает о доме с фруктовым садом. Михаил так сильно был обижен на жену, что после развода сдал в ломбард обручальное кольцо и поменял паспорт. Надеется, что с Маргаритой он станет счастливым. И зачем же так может жена обидеть? Ну, вообще-то, это лучше, чем обручальное кольцо выбросить. Обычно в кино так берут после ЗАГСа, да? После развода и выбрасывают. А вы думаете, что вы выбрасывать буду кольцо? Дам-ка я его лучше в ломбард. По-моему, это не к обиде имеет отношение, да? Просто было обидно, это кольцо было... Ну, это от души, понимаете? Это символика для меня была. Меня воспитывали так, что один брак на всю жизнь, одна супруга. А сколько лет вам было? Когда в брак вступили. Развод, да, и сколько прожили? Ну, прожили в общем 7 лет и... Вам всего 27 сейчас? Да. А в 20 лет мы начали познакомились, начали жить практически сразу. И спустя, как бы уже когда родился ребенок, мы, ну, заключили... Так вы вот только вчера развелись, что ли, выходит? Нет, практически. Какие начались недопонимания в вашей семье, на которые вы ссылаетесь? Что стало портиться? Ну, это все, как бы все-таки финансовые трудности, или даже не финансовые трудности, а просто трудности бытовые, вот, которые человек к ним не готов. Так вы считаете, что жена была не готова к ним? Да, она не была никогда не готова, то есть у нее очень часто... А была возможность эти финансовые отношения, ну, как-то улучшить? Да, конечно, всегда есть возможность. И была возможность у вас сам ломаться на четырех работах, допустим, чтобы принести шубу жене? Ну, я и сейчас ломаюсь, почему нет? Ну, а если женщина любит, и она видит, как вы стараетесь, она и сама вам будет помогать? Ну, вот в том-то и дело. А она не стала? Ну, не пыталась даже. Она что сказала? Не хочу? Все? Она никогда не говорила. Его жена бывшая, в принципе, да, с проблемкой такая была, что и... То она любит его, то он не любит, когда у Миши все хорошо, она его любит, когда все плохо, любовь куда-то исчезает. Хорошо, смотрите, вот перед вами Маргарита, у которой есть ребенок. Вы готовы вообще взять ответственность за женщину с ребенком? Ну, дети – это дети, вы поймите. Да послушайте, вот я не готова, например, мне 40 раз, вот я вам этот вопрос задаю. Вы готовы? Дети – это прекрасно, и более того, я еще хочу детей. Для меня дети – это прекрасно в чужих домах, в чужих квартирах. О себе говорите. Хорошо. Сколько вы вообще хотите детей? Ну, в целом, троих хотел вообще, но там как получится. Мальчиков, девочек? Хочу и сына, и дочек. Боже мой, какая глупая девочка. Он хочет мальчиков, а вы хотите девочек, и я считаю, что это, между прочим, вот уже первая такая у вас несостыкорка. Это по честному, просто я лежала с девушкой в роддоме, она настолько была разочарована, что не второй мальчик, что она готова была чуть-чуть. Больные люди встречаются даже в роддоме. Да нет, нет, это не принципиально, для меня это не важно, но дети, оно мое, оно мое родное, но в идеале, конечно... Готовы родить следующего ребенка. Почему так важна именно тема деторождения сейчас? Потому что, да, на данный момент я, наверное, не готова, и в ближайшие года три я точно... А к какому ответу вы были бы готовы? Вот к кому ты хочешь больше мальчика делать? Нет, просто, допустим, я сейчас считаю, что надо пожить вместе, свадьбу, потом детей. Я очень мечтаю сейчас о дочери. А я считаю, что сначала нужно Михаилу переодеться для сюрприза, а потом нам его показать. Ну, она заскучала, конечно, в любом случае, после первой-то встречи, извини, сразу в феерии. То есть ей сразу показали десерт, а потом заставляют, да, есть манную кашу. О, Антон, так у нас конкуренция тут набетилась. Да, смотри, тоже спортсмен, картист. В легком весе. Спасибо. Ну, хороший сюрприз, не страшно с вами будет прогуляться. Проходите в свою комнату. Можно, проходите. Спасибо. Любимая дорога. Оксана, Маргарита, что скажете? Я не понимаю. Мне кажется, он слишком рано хочет... Новые отношения. Новые отношения, да. Прошло два месяца. Его еще не прошло, не прошел период после развода, какого-то промежутка. Он слишком быстро, по-моему. Вот такого брать надо, пока не очухался. Пока привык еще в жизни. Ну, тоже, честно, я считаю, что это очень рано. Я вижу, что Михаил не готов, он еще не отошел от предыдущих отношений и чувствуется... Да давно он себе развился. Что там, недавно? Нет, он сказал же пару месяцев назад. Пару месяцев назад официально поставил штамп... Спать перестал. Да. Гузей, кстати, со второго молодого человека, она очень агрессивна была. И она начала очень сильно поджимать. Просто был очень конфликтный брак. Причем виновата не стервозная жена, как у нас мужчины любят рассказывать. Пилила, конфликтовала и так далее. А он человек, который сам, в принципе, любит конфликтовать. Я, если честно, думала, что у вас вот этот сюрприз, который должен был вашего бывшего напомнить, с его увлечением, должен был насторожить. У меня он и насторожил. Да, но он, когда готовился к программе, конечно, он хотел себя с лучшей стороны показать, и вашей истории не знал. Но это очень отражает его суть. Это просто не мужчина, а вулкан страстей. Несколько планет в огненных знаках, квадраты к Марсу, Скорпионе и Венере, любят непростые отношения, любят их выяснять. Он хочет высекать со своей женщиной искры. И, в принципе, большое количество женщин найдется, которые способны этот формат отношений поддерживать. Но точно не вы с маленьким ребенком. Нет, тем более. Поэтому, кому сегодня улыбнется судьба и кого выберет наша невеста, давайте вместе подождем и очень скоро об этом узнаем. Ну что, девчонки, обсудили? Да. В принципе, да. И кого? Я за Антона. Ну, как она тебе? Ну, такая интересная, интересная, да. Мне понравилось, так мило улыбалась, это все, прямо девушка очень миленькая. Вообще, сегодняшняя программа какое-то удивительное чувство вам не оставила. Что вы за поколение? Почему такие вы безответственные? Почему вы решаете, что имеете право через три дня знакомства уже создавать семью? Бывают единичные случаи, когда сходятся в первый день до гробовой доски. Ну, для вас это норма сегодня. Познакомьтесь, понравилось, давай будем жить, давай. Забеременела? Клево, залетела вы, не беременеть, вы залетаете, что вы за люди. Буду рожать, не буду, а посмотрю, не знаю, заберу ребенка, не заберу. Конечно, единственный среди женихов это Антон, который включает голову, понимаете, прежде чем что-то сделать. Конечно, он хочет любви, и он не совершает ошибок. Он живет, как должно жить молодому человеку. Доверяет, влюбляется, ухаживает, заступается. А что Иван, что Михаил, кто вы, что вы? Я допускаю, что мама не досмотрела, что по вине мамы вы наделали кучу ошибок, но вы и сегодня не пытаетесь их исправить. И ваша подруга, которая подливает масло в огонь, которая сидит и говорит, ну как-то он, знаете, что-то не очень вижает. А ваша подруга очень, что у вашей подруги такого особенного? Что она сегодня сделала? Она сегодня как от чумы бежит из семьи. В результате, мама ведь была права, которая говорила, не рожай. В результате ведь мама была права, потому что сегодня Рита не воспитанием занимается, а устройством мифических женщин, которых обидели, тиранией так далее. Нет, почему, Лариса, я приехала в Москву, я буквально здесь месяца три, я каждый месяц езжу домой стабильной. Так вы, миленькая, еще и не с ребенком живете. А где ребеночек? На данный момент ребенок с мамой. Где? В Тольятти. В Тольятти. А вы, по сути, даже я бы не наездилась к ребенку с подарками и с деньгами, зарабатывая на трех работах свои собственные там гонорары. Миленькая, так вы еще и убежали из Тольятти. Нет, я не убежала, просто мне на данный момент предложили работу. Вы сегодня должны жить в Тольятти, там тоже вот сколько работы, и заниматься своим ребенком. Я не знаю. Мама ваша была права, когда говорила. А я Антоху не дам. И я бы тоже Антону вам бы не рекомендовала. Антош, возьму телефон маме по званию, чтобы ты глупости не делал. В общем-то, я тут все равно с тобой согласна. Вы уж давайте сами со своими делами-то разбирайтесь, а нам голову не морочки. Мы тут замуж выдаем, как говорится, семью создаем, детям счастье даем. Маргарита, возвращайся. Поэтому выйдите сегодня. Ну, на самом деле, все так плохо, как вы, естественно, представили. Конечно, неплохо. Мама чего боялась, то она и получила в результате. Ну, конечно, если выбирать, то Антона. Более того, вы женщина, к которому Антон интуитивно, инстинктивно тянется. Но мы с Розой будем как личную трагедию воспринимать, если вы пойдете к Антону. Ну, ваше право. Решайте. Проходите. Кто ж вас будет задерживать-то? Да, Роза? Не пощупать! Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте СМС с их номером по телефону 4151. Сергей, 35 лет, номер 3401. Ремесленник и любитель природы. Вышивает одежду, делает фигурки из бересты и продает родниковые воду. Ищет особенную девушку, готовую отказаться от благ цивилизации и жить в деревне. Она должна быть русоволосой и голубоглазой славянкой, мечтающей о большой семье. Элеонора, 29 лет, номер 3402. По образованию экономист, работает в страховой компании, любит проводить время в спортзале и читать книги в холодную погоду. Предупреждает, что иногда фотографируется в стиле нюх. Мечтает познакомиться с эмоциональным и перспективным мужчиной без криминального прошлого. Мы не знаем, выйдет Маргарита одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить. Давайте ее поддержим. Я счастлив, что ты выбрала нашу уютную компанию. Конечно, как вы сказали, применять не совсем, но тем не менее я не совсем такая плохая, как по-моему. У нас есть пара Антон и Маргарита. А поздравит их группа «Фабрика». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...